Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами на связи Светлана Калмыкова, сырец-фрукторианец, 9-й год, травница, автор многочисленных программ по оздоровлению женщин в разных этапах подготовки к беременности, зачатия, беременность, грудное скармирование и, конечно, работа с детками. Я рада приветствовать вас снова в прямом эфире 15 минут с ответами на ваши вопросы. Каждый день, кроме воскресенья, в одно и то же время. Я стараюсь не опаздывать, бывает, конечно, но стараюсь. Вижу много вопросов уже. Здравствуйте! Вероника, здравствуй! Вопрос про немного обработанные овощи. Мне очень хочется винегрета. Как его овощи приготовить? Хочется соленого огурца. Если я закончу воду, включу и положу туда почтенного буряка. Так. Вот сейчас я дочитаю твое сообщение. Нет, не вижу. Хорошо, Вероника, винегрет, да, допускается. В твоем случае точно винегрет допускается, и он тебе будет хорошо, поможет восстановиться. Употребляй его, да. Масло хорошее тоже добавляй, но овощи ты можешь не доваривать, да. Лучше печь овощи с запеченными овощами сделать винегрет. То есть они такие немного жестковатые будут, но все равно на вкус это не будет негативно сказываться. Соленый огурчик. Что касается соленого огурчика, не имею права разрешить. Не могу. Ну, огурчик. Маринуй огурчики сама, без соли. Замаринуй их. Вода, лимонный сок побольше, чеснок, укроп и огурцы. Сложи в такую банку, залей этим рассолом и пусть маринуется. Но она заменит тебе вкус, не будет хотеться. Ну, во всяком случае, попробуй. Можно ли полностью вылечить высыпание герпеса на лице? Появилось раз в два раза в год. Чем может помочь в период высыпания? Так, в период высыпания очень здорово работает сок подорожника, листа подорожника. Но, так как зимой его не достать, то хорошо тоже так же работает масло живицы. Нет, не так же. Лист подорожника все-таки лучше. Но масло живицы, да, тоже хорошо воздействует. И масло хиноки, эфирное масло. То есть даже неразведенное масло вы мажете, втираете на герпесы, и ранка быстрее проходит, быстрее восстанавливается. Будет печь немножечко, но никаких ожогов не будет. То есть на тело можете цельное масло наносить, эфирное. Это местно. Но ничего, у вас будет вновь вновь это появляться, вы поработаете с внешними воздействиями, с внешними проявлениями. Убрали, дозамаскировали, ничего не видно, все хорошо. Нет. Вам нужно начинать работать с антипорезитарной программой. Глубоко, достаточно сильно. Очищайте кишечник, антипорезитарки. Снова кишечник, снова антипорезитарки. Так, и про герпес я вам обязательно-обязательно напишу пост. Пост про герпес очень хотела вам написать. Действительно, что помогает. И вот опыт в работе с людьми обязательно хочется вам с вами поделиться. И внутреннее ваше состояние, это самое главное. Антипорезитарки нужны. Простите. Так. Что делать с хроническим насморком? Хронический насморк. Ваша лимфа. В первую очередь очищайте, оздоравливайте свою пищеварительную систему. Запускайте чистку лимфы, достаточно глубокую, достаточно долгую. То есть кишечник, лимфа, кишечник, лимфа. По неделе так. В течение месяца, полутора месяцев уже будет хорошо. Да, сначала будут усиливаться слизи течения, насморк, кажется, что будет больше. Но потом, на самом деле, все будет восстанавливаться, приходить в норму, потому что вы освобождаетесь от той слизи, которая должна выйти из вашего тела. И, ну, это самое лучшее, что вы можете сделать. Кроме того, с насморком хорошо масло герания работает. Если будете слизистой разбавленным эфирным маслом герания смазывать, то оздоровление пойдет лучше. И насморк, смотря какой насморк. Да, то есть если это слизь прозрачная, то посмотрите, почему образуется она. Что есть в вашем питании, почему что образует слизь. То есть, дальше это макароны, это каши все, овсянка, в первую очередь, и картофель, да. Вот молочка, в том числе, если она у вас есть, то, конечно, это будет все образовывать и образовывать. И, в принципе, толку не будет от трав, если не убрать эти продукты. Видимо, какой-то легкий эффект появится, да, но все-таки потом вернется в округи своя, к сожалению. А если вы говорите о насморке, который с густыми выделениями зеленого, желтого, гнилистого состояния, то это уже совсем другие процессы, конечно же, в теле. И нужно очень сильно работать с иммунитетом, помогать ему все выйти. Потому что залежей уже настолько много, что они просто выходят, да, пластами покидают ваше тело. Это, конечно, хорошо, но это значит, что ваше тело очень сильно ослаблено, и нужно помочь. Если вы, ну, другой вариант, если вы запустили курс очищения, сделали чистки, и тут пошли сопли. Вот замечательно. В этом случае вы просто помогаете, продолжаете очищать лимфу, и оно быстро проходит. Можно ли определить, кормит ли бабушка вареной едой? Ребенок один год вредной скормленный сыроед. Кала иногда ребенка более неприятный запах. Неприятный запах от кала, кала, вернее, может быть от вашего состояния организма. То есть ваше тело время от времени выкидывает, выбрасывает в лимфоток, в кровяное русло, в кишечник, те или иные залежи, которые есть. И, соответственно, все попадает ребенку, и время от времени у ребенка может меняться стол, может быть запорчики внезапные вдруг, да, почему, непонятно. Либо расстройство кишечника. И все, конечно, это связано с материнским молоком, если ребенок максимум на сыром питании. То есть грешить на бабушку, может быть, не нужно, а может быть, все-таки она не кормит. Но ваше доверие, конечно, это так, по душам поговорить с ней. И еще раз напомню, что как это важно для вас, чтобы ребенка не кормили обработанной пищей. Как это нужно ребенку. Конечно, бабушки все понимают, но да, тихонечко могут, да. Я не исключаю, бывают такие бабушки, которые тихонечко подкармливают голодного ребенка, потому что он же смотрит такими голодными глазами, я не могла его не накормить. Ну, да, понятно. Начается говорить ребенок, только так вы сможете выяснить. То есть по стулу, если, смотрите, если вы кормите, допустим, всю неделю, ребенок не ходит к бабушке, и стул нормально, да, все, никаких неприятных запахов, потом пошел к бабушке, пришел, и на следующий день неприятный запах. Ну, скорее всего, скорее всего, там что-то подъел. Но это не значит, что вам нужна все, война, руши все отношения, нет. Очень по-доброму еще раз, еще раз повторите. Включите записи медиков, которые рассказывают о вреде обработанной пище, медиков-сыроедов. Потому что медикам верят больше всего, потому что статус медицинский работник – это все. Это вот для нашего старшего поколения очень важно. Поэтому находите дорожки, как усилить свое видение питания ребенка. Светлана, можно дать смесь цитрусовой касторки при ОРВИ? И можно ли после касторовой смеси вечером детям дать хоть немного фруктов? Вообще при острых состояниях касторку нельзя давать, потому что это энергетически затратная процедура, и ребенку будет сложно. То есть ему и так сложно. А тут еще касторка, которая забирает дополнительно силы, потому что силы на освобождение кишечника, на освобождение калых масс, на усиленную работу по очищению кишечника достаточно много уходит. Поэтому не стоит при острых состояниях давать ребенку касторово-цитрусовую смесь. Лучше тмин с кориандром, лучше отпаивайте травами, максимум соков, вот тогда да. Ну и минимум еды, тогда быстрее это пройдет, и потом, да через недельку, примерно так можно дать касторку. Если вы понимаете, почему это состояние появилось, и если вы знаете, что оно часто происходит, то если ОРВИ частый гость в вашем доме, то, конечно, лучше восстановились после болезни и сразу запускайте курс очищения, оздоровления. После касторки, смотрите, после касторки, о, еще один, а давайте я напишу вам пост, как пить касторку детям. Да? Хотите, согласны? Хотела сегодня вам другой пост написать, но, наверное, напишу этот про детей. В общем, подумаю, либо сегодня, либо завтра. Сегодня, может, допишу уже, который наполовину написан, а завтра детям касторку, либо... В общем, подумаю сейчас, посмотрю свой график и обязательно напишу. Смотрите, коротко, если в двух словах, да, можно есть, через первый поход в туалет пошел, соки можно пить однозначно, и, ну, смотря, опять же, сколько ребенку. И фрукты можно давать, ну, пошел ребенок в туалет, один, второй раз, уже видите, что послабление идет, да, фрукты можно давать, ягоды. Фрукты, наверное, ну, точно не сладкие, лучше кисло-сладкие, а лучше ягоды. Ягоды, либо смузи, либо исключающий банан, либо зеленые коктейли, ну, и вот не сладкие фрукты, да, можно. Пост нужен. Так, я вам хотела написать пост про детей, касторку. Забыла, видите, что я еще хотела. Ладно, переслушаю эфир и вспомню. А, вот, герпес, герпес, герпес. Вот, два поста, мне нужно написать. Травами можно убрать ночной НРС, мальчик 7 лет? К сожалению, НРС, как и НКПРС, это психосоматический толчок. Травами не уберете. Это только ваша работа с мамой. Потому что отношения у вас с ребенком отражаются, вернее, ваши отношения, это следствие. Как следствие, получается, НРС. И ребенок, да, достаточно уже взрослый ребенок, и этого не должно быть. То есть, если до трех лет считается еще норма, да, то есть ребенок может писаться ночью, во сне, вернее. И это считается пределом нормы. Но уже вот в 7-летнем возрасте точно есть нарушение в эмоциональном контакте с мамой. У меня есть где-то записи. Я, может быть, выставлю вам на подписку записи. Посмотрим, в открытый доступ я, может быть, выставлю. Ну, в общем-то, нужно, во-первых, работать в двух словах. Не могу вам рассказать, что нужно делать для этого. Но если у вас есть, я постараюсь тоже вам выставить, найти эту запись свою и выставить в открытый доступ, но в двух словах. Если у вас есть хороший сказочный терапевт, либо песочный терапевт, берите ребенка, отправляйтесь вместе на сеанс. Несколько сеансов. Если хороший специалист, я вам гарантирую, что это все проходит, если вы будете работать с собой. Но найти нужно хорошего специалиста. Я сама работала, но очно, понимаете, я с детьми работаю только очно. Вот она приезжает на сопровождение к нам, и в песочной терапии мы прорабатываем много-много-много зажимов, много проблем. И сказка-терапия тоже потрясающе работает, когда мы пишем свою сказку. Когда помогаем детям через сказку допрожить, допрочувствовать, домыслить, доплакать в конце концов. Вот разные состояния прорабатываются. Так что ищите хороших специалистов. Последний вопрос. Как получить витамин D? Так, витамин D как получить в сыром Санкт-Петербурге? Взрослому ребенку до года. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам тоже за то, что вы есть. И вы каждый из вас уникальны. Считали мой пост? Я вас очень сильно благодарю и обнимаю, потому что вы действительно волшебные. Вы мамочки, вы берегинюшки. Вы, если даже не мамочки, то вы в будущем прекрасная мама. И вы восхитительная женщина. Я очень рада, что у меня вот такие вот подписчицы, как вы. И подписчики, если есть. Так, витамин D. Смотрите. Что вы можете делать? Витамин D. Да, солнца нет. Но если у вас есть светлое окошко, даже без солнца. Засаживайте все окошко горшочками с зеленью. Самое важное, это ботва моркови и ботва свеклы. Вот высадили, семена посеяли, либо даже купили морковку, купили свеклу. И вот посадили, либо отрезали там крышечки и крышечки посадили. И вот зелень пошла расти. На окошке все равно впитывает ультрафиолет очень много. Процессы запускаются. И именно в этой зелени находится максимум очень много витамина D. И я вам рекомендую засадить все окошки, как мы делали, когда мы зимовали в холоде. И добавляйте эту зелень в салаты, в среду супы, в смузи, в коктейли. Куда угодно, добавляйте максимум этой зелени. И это поможет вам дожить до лета в здравии. Ну, а летом получать уже солнечное солнышко дополнительно. Ну, и витамин D, витамин K. В12, это в первую очередь, если есть снижение и занижен гемоглобин, ферритин, то это понятно, что есть паразиты. И нужно работать с антипаразитарными программами. Кстати, травы, которые являются антипаразитарными травами, они очень здорово также поднимают и витамин D, и вот все необходимые витамины, которые я перечислила, поднимают на более стабильный уровень. И динамика заметна. Да, она не такая активная, да, не такая сильная, вернее, не такая быстрая, как от препаратов, но эта динамика заметна. Видно по ребенку, по состоянию ребенка, что процесс улучшения есть. И это самое главное. И это самый природный, самый верный способ, потому что ни один препарат к здоровью не приведет. Вот не было никогда в жизни такого, чтобы препараты привели к здоровью. Вот. Все. Бегу. До свидания. Всего хорошего. Завершаем прямой эфир. Завтра в это же время жду вас в 13.00 по московскому времени с ответами на ваши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова